Радио Болтком Утро на Болткоме Здравствуйте, доброе утро, Олег Беков в студии Начинается программа Утро на Болткоме Сегодня у нас на календаре 4 февраля Как всегда, в общем, заглядывая в этот календарь Ищем какие-то интересные даты Вот в этот день, в 1703 году 46 из 47 ронинов совершили хорикири Или цепуку в Эдо Кстати, кто смотрел фильм с Киану Ривзом Все рыдали В общем, такое отсутствие хэппи-энда Все это были исторические события В 1789 году был избран первый президент США Его избрали единогласно, коллегия выборщиков И, кстати, он единственный в истории президент Которого и выбрали единогласно Джордж Вашингтон Также вот в 45 году в Ливадийском дворце в Ялте Началась Ялтинская конференция После окончания уже почти Второй мировой войны Рузвельт, Черчилль, Сталин Обсуждали уже безоговорочную капитуляцию Германии Каким будет мир после войны Ну, а вот в этот день, 4 февраля в 1857 году В Бонне Профессор Йоганн Карл Фульротт И палеонтолог Герман Шауфгаузен Представили останки Значит, древнего человека, которого они назвали неандертальцем Ну, вот до сих пор Ну, сначала считалось, что это предшественники людей Но, тем не менее, современный взгляд на науку Говорит о том, что неандертальцы и кроманьонцы Были скорее родственниками Но не одни из других происходили И неандертальцев От исчезновения неандертальцев Их культура Они же первыми начали хоронить своих нам умерших Все это вы можете прочитать Я думаю, есть прекрасная вот книжка Которая достойна вашего внимания Леонида Вишняцкого «Неандертальца. История несостоявшегося человечества» О фильме «Гараж» Если помните, там как раз в музее Когда набрасывают пиджак и кепку на бюст неандертальца Очень он похож на какого-нибудь современного такого Ну, скажем, люмпмина Не знаю, вот неандертальцы выбрасывали ли продукты или нет Или, я думаю, что проблема питания стояла достаточно остро Но, тем не менее, вот неандертальцы, кстати, первыми придумали печи В которых они запекали там, я уж не знаю Целиком мамонта они делали или нет По каким рецептам Ну, вот выбрасывание продуктов стало сейчас большой проблемой для человечества Потому что периодически звучит такая ужасающая, устрашающая цифра Что примерно одну треть изготовленных продуктов мы выбрасываем И вот это к тому, что моральные всякие есть аспекты В Африке дети недоедают, а мы выбрасываем продукты К этому еще сейчас добавилась и, я бы сказал, экологическая составляющая Потому что говорят, чтобы вырастить эти самые продукты А требуется огромное количество чистой воды, питьевой Там требуются другие ресурсы Это выброс углерода, это перевозка продуктов по миру Там всевозможный углеродный след И прочее, прочее, прочее И вот мы сегодня поговорим об этой проблеме Сохранения продуктов и их повторного использования И с нами на прямой связи член совета Каннипес Културс Центрс Каспар Скандратюк Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Все слышно Я знаю, что у вас как раз-таки есть опыт Ну, во всяком случае, сейчас, по-моему, я прохожу периодически мимо вашего центра Поскольку он находится неподалеку от нашего радио Радиоболтком Но вот этот общий шкаф, который появился Холодильник для обмена едой Может быть, вы могли бы рассказать немножко про то, как эта идея Ну, вспомнить, как эта идея возникла И я читал, даже вот на нашем сайте Микс Ньюс Были какие-то скептические комментарии Вот, смешили Что это, все равно сгниют продукты Кому это нужно Ну, в общем, люди, многие, как всегда, цинично И как-то, ну, негативно сразу воспринимают Такого рода идеи Да Ну, это как бы не удивляет особенно Но в любом случае, ну, этот копиеноскапис Это, ну, скажем так, такой микроскопический шаг Чтобы сражаться с проблемой, которую вы только что рассказывали Это такой очень-очень маленький шаг В сторону как-то это решать Да, конечно, разные скептические мнения были Но, тем более, довольно большой популярности За эти четыре месяца, пока он был открыт Достиг и, ну, в принципе, где-то около Если сейчас вспомню правильно Три с половиной тысячи продуктов Были туда положены И кто-то их взял Да И не выбросил Как эта система работала? Потому что я знаю, что Вообще, откуда появилась эта идея? Я знаю, что ее привезли, по-моему, завезли из Германии Где такого рода существует уже опыт Но вот как вообще появилась идея? Почему вот вы решились на такое? Да, идея не новая Очень популярна такие делать в Германии, Франции и других странах тоже Но в Германии, как бы, они просто многие годы это довольно хорошо развели И сотрудничают не только с просто жителями Но и супермаркетами И разными центрами И кафе Которые приносят еду Которую в конце дня еще не продали Или в следующий день срок заканчивается Ну, как бы, которые уже они не смогут на следующий день Ну, продать, да Да, и когда у нас работала коллега Сейчас она тоже еще работает, конечно Из Германии И она вот эту идею рассказала нам И мы, как всегда, просто решили Почему бы нет? Почему бы не попробовать? И так как наш центр Ну, в принципе, такая платформа для разных дискуссий То это и есть, эта дискуссия Что видеть, посмотреть, как это работает Как наше общество это понимает Нужно ли это И кажется ли нам самим эта проблема важной Как общество воспринимало эту проблему? Действительно, сколько людей откликнулось Положило продукты И есть ли у вас какая-то статистика Кто обычно забирал? Или вы старались как бы не следить за этим? Ну, мы не могли не следить за этим Потому что, конечно, у нас тоже есть в государстве нормативы Которым мы должны придерживаться И, в принципе, вложили совершенно разные люди Ну, то есть продукты ставили там Начиная с людей, которые неподалеку жили Были люди, которые перед тем, как уезжали куда-то В отпуск или куда-то, когда еще можно было уезжать И были и несколько кафе Которые приносили вот как раз там сэндвичи И разные... Да, даже это были несколько уже кафе Которые приносили даже мешками И оставляли И там были, ну, очень классные сэндвичи Скажем так Вечером, если не успел поужинать То тоже взял И очень, очень, ну, как бы Хорошие продукты там и оставляли Брали кто По-разному Ну, это мы не так смогли быстро уловить Потому что, действительно, были люди, которые уже начали мониторить Это место И, значит, еда Много из них были бездомные Но им и эта пища, скорее всего, больше необходима Но были разные Были и наши клиенты Были кто-то, кто шел мимо и увидел какую-то горчицу или что-то Ну, как бы Так что люди разные Но да, очень много, конечно, их было бездомных И были ситуации, что они даже заходили нам внутрь кафе И спрашивали, когда мы что-то туда положим Ну, и мы обвиняли, что мы там ничего не ложим Это ставят туда продукты Разные другие жители города Но получается, что здесь как будто бы две задачи стояло С одной стороны Помочь продуктам, которые вот-вот испортятся Чтобы их не выбросили, их использовать И с другой стороны Помочь тем людям, у которых, ну, скажем, нет денег на еду И которые бы могли тем самым, ну, просто выжить, поесть Да, причины могут быть совершенно разные Как я уже говорил Ну, как бы Причина, чтобы оставить это Или Ну, это необходимо Я знаю, что я не буду этим пользоваться В ближайшее время и так далее И так далее И так далее И так же с другой стороны Есть очень разный слой людей Которым необходим продукт Поэтому, ну, мы брали более часто, да, бездомные Но, в принципе, были разные Но я думаю, что это, в принципе, ведь достаточно такая широкая проблема Потому что есть большое количество людей Они покупают что-то, но понимают, что им или не совсем нравится этот вкус С какого-то блюда Или они, например, ну, понимают, что они не успеют съесть Это может испортиться То есть, вот, в принципе, вот Насколько вы знаете, что был ли еще где-то из такого рода опыт Таких холодильников по городу? В Латвии? Ну, да, в Латвии Ну, как бы, нет Такого рода, как бы, нет Но сейчас очень много интерес появился И даже из разных городов Из ЦС, из Сигул до Гробиня Как бы, начали интересоваться С кем мы сталкивались Мы давали контакты И направляли тоже сконцентрироваться с ПВД И, в принципе, мы смотрели больше на те примеры Которые были уже в Германии Где они уже с этим занимаются больше, чем 10 лет И отработали разные условия Как мониторить, как контролить Потому что, конечно, нельзя просто так поставить шкаф И, ну, как бы, с одной стороны Это как-то работает И что, ну, кто-то выносит у мусорника Но тоже этот бездомный человек может это взять Да? Все-таки цель-то Как-то более Относиться с этим Что надо посмотреть, что это за продукт И, конечно, у нас были условия Эти условия, в принципе, взяли Как копию из тех, которые в Германии Но потом, консультируясь с ПВД Мы их немножко приправили Что все-таки мясо нельзя Там очень строгие условия Как оно перемещается с одного места на другое И также вы упомянули Как бы, если открыл что-то, попробовал А это уже открыто Ну, то ПВД тоже говорили Что нельзя такие продукты доставить Да? И, ну, с нашей точки С нашей точки стороны Как бы, вообще-то кажется Что все-таки Если у нас есть эти условия Да? Что, ну, и это каждого человека Свободный выбор Это что-то, ну, как бы Что-то брать оттуда И я сам лично взял Я увидел, что там стояла Такая хорошая французская горчица В полбанке Я ее взял Да? И это мой риск Что, ну, она уже начата Но по условиям Такой обмены Пищи Ну, как бы Это вообще-то не разрешено Как бы В публичном месте Это брать Но это что-то, конечно Что делает Какую-то такую дискуссию Насчет того Ну, например Нашу точку зрения Которые Стараются доверять Обществу И друг другу И Инстанции Которые регулируют И, конечно Нам надо послушиваться Потому что они И заботятся о том Чтобы мы Покупали Здоровую пищу Но получается Что такого рода Дискуссия Она ведь Может привлечь Внимание общества Как раз К этим двум проблемам К тому, что есть Ну, люди бездомные Нуждающиеся И для которых Можно сделать Хорошее дело И второй момент Что все-таки Нельзя Ну, выбрасывать Продукты Это плохо И Ну, мы понимаем Что сейчас Чем больше Вот мы живем На этой планете Тем больше Мы ее засоряем И В использовании Рациональных продуктов Это все-таки Один из Ну, таких способов Правильного отношения К природе К окружающей среде То есть Такие вот Дискуссии Они помогают Да, это Во-первых Это Поднимает Эту дискуссию И люди Наша цель С этим Холодильником Была Как раз Начать разговор Он уже есть Он уже очень Его очень много Но Мне и нам Не кажется Что это Слишком много Поэтому Это была Одна из целей И она уже Как-то достигла Эту цель Потому что Люди спрашивают Люди Проходили мимо Что это Зачем это Кто там Ставит Да И начинает Этот разговор Потому что Ну Слишком Много Производится Еды Ее выбрасывают Да Ну как бы И начинается Этот разговор Это одно Второе Если мы осознаем Что эта проблема Есть Да Что Ну Мы не Можем Купить Все эти продукты И сесть Которые Производятся Окей Тогда что мы Делаем с этим Ну тогда Ну может Ищем Какие-то решения И эти решения Могут быть Из Каждого Индивидуальной Какой-то Жизни Что делают И как мы пользуемся Так и вот Какие-то такие Инициативы И они Вот И Делают Эти следующие Шаги Чтобы это Вместе С городом Или с государством Уже Решать эту Проблему Более масштабно И я должен Сказать Что Особенно Городские И даже ПВД И государственные Институции Прислушивались И приглашали На дискуссии И нас И других Организаций Которые Как Zero Вейс Латвия И другие Которые Уже тоже Очень много Рассматривают Эти Проблемы И уже Смотрят Как Их Решать Скажите Я так понял Что сейчас Пока Этот Холодильник Не работает Вот эта Инициатива Не работает Но когда Есть ли Какие-то Планы Когда Снова Возобновиться Да Ну На данный Момент Он не работает Больше Потому что Все равно Нам надо Контролировать Его И чистить И так далее И это При том Что этот Вирус Ну Это Слишком Рискованно И Мы Сейчас Вообще Закрыты И людям Не надо Лучше Поэтому Да Но мы Обсуждаем Его Открытие И На данный Момент Нету Конкретной Датки Но это Будет Где-то В апреле Или В мае У нас Есть Запланировано Одно Мероприятие Посвященное На эту Тему Потому что Действительно Много Других Интересентов Связывается С нами И Это Планировано В конце Мая И даже На этой Неделе Я связался С ПВД Представителем И Обсудил Что мы Собираемся Открыть И Договорились Проконсультировать Какие-то Дополнительные Меры Безопасности И так далее Так что Да Но Я думаю Что В апреле Или В мае Будем Открывать И смотреть Уже Дальше То есть Получается Что Любой Человек Может К вам Обратиться Приехать Нужно Ли Это Через Вас Делать Или Ну Просто Он Открывает Холодильник И Ставит Что-то Через Нас Ничего Не надо Обязательно Делать Как бы Вообще То Информация Как Эти Такие Холодильники Сделать В своем Окружении В своем Каком-то Райончике В интернете Есть Мы Можем Их Дать Да Как бы Мы Все Перевели На Латышский Язык Чтобы Было Понятно И Потому Что Мы Все Переводили Из Немецкого И Да Но Это Мы Не Регулируем Это Мы Не Организация Которая Регулирует Это Вот Мы Можем Посоветовать Или Так Рассказать С кем Связываться Чтобы Дополнительную Какую-то Информацию И Также В конце Мая Будем Делать Нероприятие Где Будем Приглашать Как раз Всех Интересентов Которые Хотят Узнать Что Больше Плюсы Минусы И Зачем Спасибо Большое Каспар Кондратюк Член Совета Канепест Култура Центр Был с нами На прямой связи